Редкий случай, когда я нахожу это в Москве. Представляете, Петербург в Москве. Москва-сити is beautiful and the sun shines brightly. Мы с вами находимся в самом начале улицы Большой Ордынки. И каждый раз, когда я здесь начинаю экскурсию, я спрашиваю людей, почему, смотрите, огромный мост. И здесь такая вот у нас огромная территория, воронка. И она вдруг, посмотрите, сужается вот в ту сторону. Дело в том, что мост, который раньше был на этом месте, вообще изначально выглядел вот так. Вот он. И по плану 1635 года, по плану реконструкции Москвы, здесь должен был пролегать один из главных лучей, идущих строго у нас на юг. Все это подчинялось некой идее. Вот там у нас, видите, вырисовывается купол храма Христа Спасителя, на месте которого планировалось поставить новый храм, в данном случае Дворец Советов. И вот если бы оно удалось, то перспектива выглядела примерно вот так вот. Но не срослось, хотя многое получилось на тот момент. И Тверская улица, и театральный проезд, и еще много чего было реализовано. Ордынка сохранилась. Большая Ордынка. И на самом деле, во многом благодаря этому, вот этот район Забоскворечья, он остался таким, ну, полузаконсервированным местом, где присутствует низкоэтажная застройка, отражающая купеческий быт. Потому что мы с вами находимся в том месте, где в основном селились купцы, купцы-старообрядцы. Работали они, как правило, вот там через реку, в охотном ряду, в гостином дворе. А жили они здесь. И мы с вами будем наблюдать, как менялась вообще инфраструктура, как менялась концепция жизни в зависимости от времени и с момента наступления, например, капитализма. Потому что мы сейчас с вами ныряем вот сюда, в эту арку, за этими замечательными собачками, которые бегут. То есть мы с вами шли, видели дом, и как бы ничто не намекало, а здесь, ба-бамс, палаты. И, как вы видите, на самом деле, довольно небольшое расстояние между ними и домом, но если мы пройдем туда, то мы увидим, что там это расстояние еще меньше. Дело в том, что раньше эти палаты, они располагались у нас по улице. С наступлением второй половины XIX века, когда было отменено крепостное право, и когда земля начала цениться дорого, и вообще жилье стало дорого, то имели место быть вот такие случаи, когда дома подходили вплотную, и, в принципе, вот эта схема, она отражает у нас нормальную противопожарную систему, то есть между домами должны быть зазоры. И здесь у меня случился совершенно потрясающий случай. Я ходил, намечал очередной маршрут, и вот из этой двери вышел охранник и спросил меня, молодой человек, а вам здесь что-то надо? Я сказал, а я был такой, что-то знаете, ну, немножко на взводе, и я говорю, а что, в чем проблема, что нельзя ходить и просто смотреть на дома? Я сказал, сейчас не время, чтобы просто смотреть на дома. Ну, понятное дело, что я, особенно когда там в какой-то своей камуфляжной одежде явно не похожу на гида, да, а на человека, который либо ищет закладочки, либо наоборот их закладывает, закладывает. И вот здесь хочу вам показать еще один элемент, то есть, опять-таки, как, по идее, должны были располагаться дома, и почему Москва не Петербург. Видите, какая щель? Вот это нормальный регламент, при том, что вот там, если мы посмотрим, там окна выглядывают, и вот здесь вот окна смотрят в стену. Это закуток счастья, в который мы даже можем зайти, но не поссать. Хотя, судя по всему, здесь это и происходит. Редкий случай, когда я нахожу это в Москве. Представляете, Петербург в Москве. И вот тут такая прекрасная щель, вот туда. Но так оно должно было строиться по регламенту. Так вот, почему Петербург не Москва? Потому что у нас бы, естественно, было бы вот так. Оно посомкнулось, и дома стояли бы друг к дружке. А здесь, пожалуйста, закроем. Здесь у меня всегда дилемма, потому что мы можем пойти туда, мы можем пойти сюда, но пойдемте. Хотел вчера пойти туда, но пойдемте сюда, ладно. Потому что тут у нас, опять-таки, некая борьба концепций. Я же вам рассказываю не совсем такую прям кривическую информацию про то, где какой объект, потому что это вы все можете прочитать и сами. С другой стороны, не всегда эта информация, к сожалению, интересная людям. Но здесь вы видите две церкви. Одна, которая вот справа, она у нас в честь Михаила и Федора Черниговских. А это Иоанна Предтечи, что под Бором. То есть, на самом деле, когда-то здесь был Бор. Сейчас это центр-предцентр. Про Иоанна Предтечи мы еще поговорим. Здесь мы имеем традиционный средневековый элемент, это связь, да, то есть пластина, которая идет через все здание. А вот касательно Михаила и Федора Черниговских, дело в том, что это же святые, которые отправились и там есть такая пафосная картина Смирнова, хранящаяся в Третьяковке, где вот Михаил Черниговский отказывается пройти через огонь. А это была нормальная история. Если вы почитаете Гумилева, я имею в виду сына, конечно же, Николая Гумилева, Льва Гумилева, то там он говорит о том, что это была нормальная процедура, проверка на лояльность. Но вот Михаил, он избрал путь, когда он не пройдет через этот огонь и был, соответственно, казнен татарами вместе со своим подручным. Но вопрос-то в том, что, например, Александр Невский, проходил ли он через этот огонь? Естественно, проходил и не раз. Другие люди проходили, конечно же, проходили. Тут мы имеем такой вопрос краеугольный. Что сделал Михаил Черниговский? Совершил ли он подвиг или глупость? Потому что с точки зрения, конечно, православной веры он совершил подвиг. С точки зрения государственной политики он совершил глупость. Ибо задача была не ссориться. Ну, своей смертью он не сделал ничего хорошего ни себе, ни другому. По свидетельствам ряда историков, тот же самый Александр Невский прекрасно через эти все огни ползал. И вообще, как историк Анисимов рассказывает, в конце фильма Александр Невский Эйзенштейна, там была такая сцена, что он типа выходит и ползет к хану на коленях, которые там приехали к нему сквозь эти огни. Вот вам, пожалуйста, как строится политика. А вот здесь у нас есть тоже такая замечательная картина, и тоже я каждый раз здесь спрашиваю, ну, то есть, что здесь изображено. Это ведь один из самых вообще популярных сюжетов в искусстве. Иоанна Предтеча, усекновение его головы, вот там вот девушка такая с блюдом, на заднем плане у нас женщина, которая держит руку на сердце. Это знаменитая история, ну, например, моя любимая картина, нет, про нее сейчас не буду говорить. Значит, это Эрадиада и дочь ее, которая танцевала знаменитый танец, именно этот танец танцевала в свое время у нас супруга, Сергея Есенина, Айседора Дункан. И на одном из перов Ян Предтеча уже тогда был в темнице за то, что он позволял себе говорить плохие вещи в честь царя Ирода, за то, что он супругу свою увел у брата. Мы можем насамливать сюда сейчас зайти. Но прежде чем мы сюда зайдем, я сейчас вот к этой табличке хочу подвести. Ну и станцевала танец и она была настолько как бы в ударе, что отец сказал проси меня чего хочешь и Эрадиада шепнула ей на ухо, что вот голову Яна Предтеча и соответственно вот этот вот сюжет он постоянно мелькает в искусстве. Здесь жил, здесь родился, жил поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач. Я его называю Лебедев-Кумач, написавший Тумач. Пойдем туда. Нам песня строить и жить помогает. Помните такое? Почему его прозвали Кумачом? Ну, из-за шевелюра. Он был такой рыжий-рыжий. Не конопатый, правда, но вполне себе рыжий. Кумачовый. Ныряем мы сюда. Сейчас про него продолжим, потому что мы с вами зашли в то место, где у нас традиционная общая схема московского построения. Главный ансамбль у нас располагается здесь. Ну, написано доходное владение Савина в Туржевском монастыре. Это последний владелец. До этого тут были другие, а вот там вот она сверху. Ну, они здесь закрытые. Вот в районе Покровки есть открытые. И я показывал точно такие же голдарейки в своем видео на хитровке. Это вот сохранившиеся голдарейки. То есть стандартная схема. Купцы жили, как правило, на втором этаже либо в отдельном здании. На первом этаже были лавки, и отсюда подводился товар. И обратите еще внимание, что вот это вот колокольня Иоанна Притеча, церковь Иоанна Притеча, сама церковь там по Черниговскому переулку, а колокольня вынесена на Пятницкую улицу. Это сделано специально для того, чтобы, ну, так сказать, вместо билборда, да, то есть рекламный такой стенд, что вот здесь церковь осторожно, что здесь вот церковь, соответственно, приходите сюда. так, мы пойдем вот сюда. Молиться тут. Так вот, Лебедева Кумача долгое время продвигали, на самом деле, Леонид Утесов очень ему помог. Одна из самых известных его песен, ведь звучит, как «Широка страна моя родная», как рассказывала его то ли дочка, то ли внучка, я уже даже не помню, он, строчки у него родились, когда он еще жил в коммунальной квартире, и он шел, раздвигая белье, сушившееся на кухне, и как-то про себя сказал, «Широка страна моя родная». И так вот родилась вот эта песня. Я другой стороны такой не знаю, где так вольно дышит человек. Это одна из самых главных пропагандистских вообще историй в Советском Союзе. Ну и, конечно же, «Лебедевку мачет и вставать страна огромная». С этой песней был связан скандал, потому что его обвинили в том, что он украл слова у одного из авторов, которые писали эту песню еще по поводу Первой мировой войны. Но суд, состоявшийся уже в наше время, постановил, что это необоснованное обвинение. Здесь у нас очередная история. Жиды-рептилоиды закопали дом, который потом был откопан. На самом деле там внутри есть ну вот в подмальных помещениях там есть, например, студия, где я там писал свою замечательную Нафису Рустамову Джуманьязову. И туда спускаешься, там даже не ловит телефон. То есть, вы можете себе представить, насколько вот даже вот это вот все накатали. То есть, мы видим, как меняется рельеф и как ушел дом туда внутрь. Но гораздо удобнее рассказать, конечно же, про историю, что что-то в этом все не так. Как же так получилось? Ведь существовало такое еще понятие на Руси дом на подклете. Подклет, как правило, был каменный, а навершие его было деревянным. Подклет это и есть то самое основание, которое изначально встроилось в те времена вообще хрен пойми как, потому что ни сопромата, ни анализа состояния почвы. То есть, дома, конечно, делались, но как вот они стоят, до сих пор непонятно. Вот смотрите, какая прелесть. Павел Перес везде найдет котиков, если не живых, так вот таких. Вот видите, котик съел рыбку и ему хорошо. Действительно, когда пожрешь, все становится прекрасным. Вот здесь раньше были ворота, если вы обратите внимание, закрывались, потому что мы с вами заходим в очередное бывшее владение и здесь мы видим точно такую же историю. Как интересно я еду. У меня обычно на самом на что-то вот оттуда, с другой стороны. Вот она, усадьба старая. Причем, вот вы знаете, тут даже написаны владельцы, да, журавлевых, швецовых, любимовых. Но вот если я вам произнесу это слово, что это усадьба журавлевых, швецовых, любимовых, ну, оно вылетит у вас через, соответственно, миг. Г-образное в данном случае здание с флигелем и вот этот дом, который был построен уже опять-таки в эпоху капитализма. Обычно так происходило еще с дворянскими усадьбами, потому что, ну, дворяне-то в отличие от купцов после отмены крепостного права вообще попухли. Они не то, чтобы они не могли работать, это в принципе было не камильфо для них страдания, видите, не вписавшихся. С купцами было проще. Купцы знали, как, соответственно, делать деньги и поэтому продавали вот эти земли, опять-таки, следы от бывших ворот. Мы с вами снова очутились на Пятницкой улице, но если вы посмотрите на вот этот вот дом, то вы даже не догадаетесь, что внутри там есть строение аж еще 18-го века. Вот это вот здание построено по проекту Федора Шехтеля, о котором скоро будет экскурсия проходить. Везде написано, что облицован плиткой кабанчиком. Я даже не понял, по-моему, я говорил об этом в одной из своих проходок. Я долго не мог вкурить, что значит кабанчиком, почему кабанчик. Ну, то есть, вот эта обыкновенная глазурованная плитка, обыкновенный глазурованный кирпич, типичный для модерна. Выяснилось, что кабанчик, это потому, что с той стороны есть такая выпуклая полоса с двумя дырочками. И вот, кстати, возникновение этих дырочек у нас вызвало спор с одной из экскурсанток. Я думал, для того, чтобы лучше цеплялся этот соответственно, кабанчик, она говорила, что это следствие производства. Так вот, в итоге победили оба. Это и следствие производства, и для того, чтобы он лучше цеплялся. Здесь у нас очередной государственный музей Льва Николаевича Толстого. Помните мою проходку по Покровке, где на серьезный щах назвал Толстого Достоевским и с этим жил. Да, здесь он действительно писал несколько своих повестей. Казаки, например. Мы с вами зайдем вот сюда. Потому и это очередной у нас уникальный дом, сохранившийся в первозданном виде. Здесь живут люди с хлеба на соль перебивающиеся. На самом деле это не проходная территория, просто я хочу вам показать, как выглядят задворки Москвы, которые скоро в скором времени изменятся. вот посмотрите ну то есть пытаются сохранить фасад не знаю что здесь будет но это прям такой Берлин 90-х на самом деле вот очень умилительно вот там вот это все выглядит самая очаровательная деталь всего пейзажа это вот тот скворечник присобаченный к стене это так мило на самом деле ну и вот вам пожалуйста полевая кухня из запорожет сейчас уже можно сказать раритетный автомобиль мы выходим с вами обратно на Пятницкую почему Пятницкая названа Пятницкой потому что раньше тут стояла церковь Пороскева Пятницкой еще одна такая же церковь стояла на месте здания Государственной Думы это была почитаемая в купеческих кругах святая поэтому они с удовольствием посвящали свои культовые постройки церковь эту естественно как было заведено потом в Советском Союзе снесли и на месте возвели у нас станцию метрополитена Новокузнецкую с которой связана история очень близкая мне я не рассказывал во время своей прогулки по уже городу герой Ленинграду показывал мастерскую на задворках академии художеств где мазиечист фролов в годы блокады вот опять таки видите тоже пространственная щель между домами так надо по идее строить где мазиечист фролов в годы блокады соответственно делал мозаики для московского метрополитена и вот здесь у нас есть чудесная фреска настенная показывающая как во-первых эта сама церковь выглядела вот там и вот в этом павильоне если бы вы соответственно спустились в метро и подняли бы голову наверх вы бы там увидели те самые мозаики которые были сделаны по проекту он отправил их последнюю она ушла по дороге жизни и он умер от голода в блокадном Ленинграде и это конечно история на миллиарды что меня радует что недавно там наконец повесили мемориальную доску о том что эти мозаики сделаны по проекту фролова у нас конечно же никто эти доски никогда не читает вот а здесь мы видим еще один атовизм советской эпохи причем в Москве что мне нравится их недавно покрасили это знак у Савиахима в Петербурге они как правило замазываются краской их совсем незаметно в принципе и этот знак не особо замечают еще несколько знаков здесь есть рядом а Савиахим это общество содействия авиационной химической промышленности знаки эти висели на тех домах где соответственно члены Асавиахима сдали определенные нормы и вот тут мы имеем очередную нашу традиционную историю то есть мы смотрим на дом который выглядит как типичная постройка не знаю пушкинской эпохи на самом деле если мы раскроем объемы то мы увидим что дом сохраняет кладку еще возможно даже 17 века я вам напоминаю что в Асавиахиме практиковали на самом деле стрельбу из пулеметов девушки кидали гранаты и наслаждались жизнью прыгали с парашютами и каждый раз говорю что сейчас бы в наше время поскольку это было бесплатно весь офисный планктон 100% туда бы шел мы идем вот сюда развлекаться после своих упорных суровых будней вот там вот у нас очередная щель проглядывает между домами гораздо более ровная чем в Петербурге у нас эти все междомовые щели они кривые как я не знаю как моя жизнь и вот там у нас выглядывает церковь святого климента папы римского вопрос заключается в том как на самом деле церковь папы римского могла оказаться в Москве ответ на нее скоро времени появится вот здесь у нас посвящение как раз таки этой самой церкви Параскива Пятниц вот фотографии 30-х годов это известная съемка американского фотографа он снимал не только Москву и вот посмотрите как выглядела за Москворечья да еще деревянные дома вполне себе идем дальше здесь специально для вас только сегодня только сейчас классический закуток счастья но в Москве не в Петербурге вот он ну такой достаточно просторный видите несмотря на то что окна смотрят стену но прям депрессивного ощущения не создается сейчас мы обратно выходим с вами на Пятницкую улицу если вы хотите узнать как жило купечество вот именно в этой части Москвы я настоятельно рекомендую прочитать Лето Господне Шмелева совершенно совершенно потрясающий труд который отображает всю суть вообще происходивших тогда процессов и вот здесь тоже есть один интересный момент если мы посмотрим на этот классический особняк с такими прекрасными ионическими колоннами мы увидим что видите справа два окна слева три окна вот здесь как раз таки там где третье окно там ведь точно так же была вот эта междомовая щель но когда стали расширять это здание естественно в погоне за лишним метражом достроили еще один этаж московский купеческий быт строился по довольно строгому регламенту ну во первых естественно к сожалению а может быть для кого-то и к счастью как сейчас выясняется в советское время преподавалось что купцы это были такие темные люди как правило там не образованные с этими бородами своими и так далее ну пьесы Островского как правило приводились в свидетельство но мы уже знаем что в 19 веке картина полностью изменилась потому что например один из таких купцов о котором мы сегодня будем говорить Павел Михайлович Третьяков он уже был человеком совершенно другого плана и все вот эти дальше морозовые савы мамонтовые и так далее и так далее они ну не носили блин косовороток они не ходили в смазанных скрипящих сапогах они были уже абсолютно европейски ориентированные люди разговаривавшие на нескольких языках и имевшие образование европейское если мы сейчас посмотрим на это здание я тут уже подставлю картинку на самом деле потом это здание бывшей полицейской части наверху здесь была колонча съезжий дом московский а вот это ну как будто знаете из Питера приплыло из из Александра Невской Лавры удивительная история связана с этим храмом и первое что удивляет это конечно то что его не снесли легенда народная естественно приписала это заступничество Клименту Ворошилову папа римский Климент он был папа еще до раскола церквей отсюда мы соответственно имеем возможность нахождения подобного храма в Москве и это редчайший пример барочного стиля столицы нашей родины не так много на самом деле барочных церквей здесь либо все такое либо древнерусское либо классическое как например вот господи не башня колокольня колокольня церкви Иоанна Притеча и здесь проходил край обороны в 1612 году когда Хаткевич шел на Москву и вот одно из первых упоминаний как раз об этой церкви не об этой потому что эта церковь уже более поздней постройки а той которая стояла раньше на ее месте мы встречаем в хронике смутного времени потому что именно здесь полякам мы надрали пятую точку и была спасена Москва а соответственно как и дальше если развивать эту мысль то и вся Россия ну и еще второй момент связанный с уникальностью этой церкви там в отличие от большинства московских церквей довольно неплохо сохранился интерьер поэтому рекомендую вам туда зайти мы пришли с вами на следующую станцию метро Третьяковка Третьяковская потому что вся вот та территория она конечно подчинена семейству Павла Михайловича Третьякова и всему тому что с ним связано дело в том что сам Третьяков естественно получил стандартное для той эпохи купеческое образование жил он в условном страхе перед родительской властью подчинялся маменьке и папеньке во всем что они хотели но сам чувствовал себе какую-то потребность гораздо большему чем ему давала жизнь и как только у него появилась первая возможность он приехал в столицу тогдашнюю столицу Российской империи это у нас город Петербург но на его беду он-то накупил соответственно билетов в театры хотел ходить туда каждый день но на его беду умер умер князь Екатенбергский и все представления были отменены однако Третьяков написал письмо в Москву и сказал что ну по современному говоря бизнес и без меня справиться а я здесь все-таки дождусь того ради чего я сюда приехал вот это церковь Скорбящинская в бозе почивший историк Леонид Мацых или Мацых не знаю как правильно его зовут уверял что это масонская церковь что Осип Баве после пожара Москвы 1612 года специально строил ее с некими масонскими символами потому что вот эта вот ротунда да здесь у нас алтарная часть расположена пол у нее внутри выложен черными чугунными плитами и в этой связи соответственно когда вы туда заходите а я вам очень достаток рекомендую туда зайти там совершенно потрясающий интерьер там еще стоят вот эти две колонны храма царя Соломона и здесь мы имеем вот эту историю про то что для простых прихожан эта церковь была как бы ну просто церковью да а для посвященных братьев это была церковь масоновская то есть где они собирались молились но не сатане естественно да а молились тому богу которому они молились обычно только с учетом некоторых еще своих соблюдением своих каких-то атрибутов правда это или нет мы уже скорее всего не узнаем потому что Леонид Мацак мы сюда заходим к сожалению умер ой где он вон там но но действительно интерьеры данной церкви они наводят на определенные размышления вот этот дом на большой ордынке 17 во-первых он построен на месте старой усадьбы здесь жила тетка достоевского он сюда приходил и описание этого дома можно встретить в романе идиот а вот тут не так давно у нас был установлен памятник но если вы в теме то вы знаете что это такое это памятник по рисунку модельяне Ани Андреевны Ахматовой почему он установлен в этом доме потому что она в годы наездов на Москву жила здесь в семье Ардовых это было у нее постоянное место базирования дом уже едет потихонечку вот пошли щели да и видите вот эти заплатки ставят но это как бы здесь они почему-то без дат потому что обычно хотя нет они подписаны вот эти заплатки ставят для того чтобы посмотреть как насколько дом поехал но тут мы видим что уже сами заплатки начинают трескаться соответственно дело пахнет керосином обычно их туда впендюривают ставят дату если соответственно после этой даты она стоит нормально значит дом осел и больше не двигается но здесь увы у нас другая атмосфера и вот соответственно в семье Ардовых она жила есть масса воспоминаний о том как они там прикалывались Анна Андреевна обладала довольно едким умом и достаточно такой ироничностью например у нее было такое стихотворение я с тобой не буду пить вино потому что ты мальчишка озорной Ардов передел это я не буду с тобой пить вино потому что ты мальчишка и говно она очень смеялась а мы здесь сейчас прервемся потому что хотелось бы отдать дань этой замечательной поэтессе ее стихами все отнято и сила и любовь в немилый город брошенное тело не рада солнцу чувствую что кровь во мне уже совсем похолодела веселый муза нрав не узнаю она глядит и слова не проронит а голову веночки темным клонит изнеможденная на грудь мою и только совесть с каждым днем страшней беснуется великой хочет Дания закрыв лицо я отвечала ей но больше нет ни слез ни оправданий ну и собственно как знак всего того что было прочитано вот оно то есть здесь вот уже такие более грамотные заклепки поставленные видите с линейками я такое скажу честно вижу в первый раз обычно я видел кирпичи с с датами но что могу сказать надеюсь что дом все таки не расползется до конца дней своих и когда вот вы гуляете например по собственно дворам а так мы здесь и не пройдем ай-яй-яй хотел выйти туда и пройти через арку но тут видите у нас идет стройка века поэтому не получится просто совет то какой что всегда нужно говорить что вы идете к нотариусу потому что там как раз был нотариус это очень удобно но дело в том что у нас уже вторая съемка сегодня и оператор поставил машину и ему не продлить платную парковку а мы за то чтобы у него все было хорошо в этой жизни и кстати хочу сказать что если вам нужна феерическая съемка то вот можете обращаться я оставлю естественно внизу ссылки на него поэтому здесь мы с вами первую часть нашей проходки закончим а вторую нашу проходку мы уже снимем на гоупрошечку но я думаю что вы от этого особенно не пострадаете я думаю что закончим ее вот здесь возле этого замечательного памятника я тут миллион раз ходил экскурсии у меня даже есть классическая история с моим постоянным экскурсантом привет ему мы сюда приходим и он говорит блин я 10 лет 10 лет ходил сюда в какую-то там клинику и я никогда даже не догадывался что там есть такой двор ну вот потому что мы ленивы и нелюбопытные поэтому сейчас по традиции от меня вам анонс друзья мои я во-первых прошу извиниться там пару раз звук пропадал но самое главное печальная новость тех дворов с фресками посвященными Анне Ахматовой больше нет их замазали переделали буквально спустя неделю как мы сняли этот ролик поэтому увы и ах теперь вы можете наблюдать их только в этом видео под саундтрек стихотворный Златы Новоселовой кстати еще один вас ждет в самом конце уважаемые москвичи я еду в столицу нашей родины с 4 по 6 июня будет 5 экскурсий одна вечером в пятницу и как обычно две в субботу и две в воскресенье все анонсы есть на сайте в Петербурге экскурсии точно так же продолжаются хочу напомнить что теперь оплата только онлайн через сайт там же вы можете купить мои книги за которые борются даже котики ну и экскурсии проходят в любую погоду моя аудиосистема позволяет мне вещать для моих экскурсантов даже с противоположной стороны улицы вся интересующая вас информация находится внизу в описании под этим выпуском ну на этом все ждите вторую часть проходочки по за москворечью жала руки по темной вуалью отчего ты сегодня бледна от того что я терпкой печалью напоила его до пьяна как забуду он вышел шатаясь искривился мучительно рот я сбежала перил не касаясь я бежала за ним до ворот задыхаясь я крикнула шутка все что было уйдешь я умру улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне не стой на ветру спасибо 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 Продолжение следует...